Добрый вечер дорогие друзья! Мы приветствуем вас на первом чемпионате Miss Pool Dance Ukraine 2011! Итак, первая пятерка финалистов! Итак, наша первая участница, как ее зовут? Ее зовут Мария Минманкулова, она представляет город Днепропетровск. Достойная представительница, я считаю, по полуфиналу она себя очень хорошо проявила. У нее свой стиль, и очень интересно, что же она нам сегодня продемонстрирует. Она бывшая гимнастка или... Нет, она спортсменка, профессиональная танцовщица. И, как мы видим, она демонстрирует один из классических элементов, и довольно-таки интересно исполненных в своем стиле, подчеркивающих работу пресса очень хорошо. Скажи, пожалуйста, есть какие-то стандартные элементы, которые там должны быть выполнены, и стандартных названия. Либо у нас все идет в режиме там вольной программы. Конечно же, есть обязательные элементы, есть книга этих элементов даже, но, к сожалению, одинаковых названий нет. В Украине они одни, в России другие, в Америке третьи. Скажи, сейчас участница вышла на танцпол, это обязательная программа, либо ее вольное желание? Это обязательная программа, должно быть не больше 30% хореографии на полу, но также и не меньше 20%. Это обязательно демонстрирует хореографию, ее умение работы не только у пилона, но и возле, а также некоторые акробатические моменты на полу. Скажи, пожалуйста, есть ли номера, которые выполняются только на одном пилоне, либо обязательно она должна выполнить свою программу на крутящемся, ну, на обыкновенном пилоне? Каждая участница может выполнять трюки только на одном пилоне, но, естественно, баллы понижаются за это. То есть это демонстрирует работу ее профессионализма, ее силы и динамики. То есть она должна как минимум станцевать на двух пилонах, я правильно понимаю? Да. Ясно. Как ты вообще оцениваешь вот ее трюк? Вот на самом деле в данный момент очень хороший трюк, демонстрация скорости, хорошо координируя движение, скорость вращения пилона. И я считаю, что она хорошо справилась с этим, несмотря на то, что ей не хватило немножко высоты, но это было здорово. И причем она проявила себя в собственной индивидуальности. А скажи, есть какие-то вот стандартные там соскоки либо какие-то такие вещи, которые из специальной гимнастики, допустим, либо в акробатике, да, что ты должен сделать красиво трюк и соскочить в этот момент? Либо здесь мы больше оцениваем все-таки хореографию? Нет, здесь оценивается и хореография, и сам трюк, и то, как ты держишь этот трюк, насколько ты стабилен, насколько твое тело контролируется во время этого трюка, чтобы ты не скользил по шесту. Самоконтроль очень важен в этом деле, потому что... Вот смотри, сейчас она как-то соскользнула так немножко. Это правильно было? Нет, это было немножко неправильно, то есть она соскользнула, и, ну, как бы это не совсем правильно, но это допустимо. Это допустимо, да. Что можно показать на вот обыкновенном пилоне? На обыкновенном пилоне, вот как мы видим, она демонстрирует определенный трюк, который именно зрителю виден с нужного ракурса, потому что если она повернется головой к зрителю или спиной, мы не увидим этого трюка, его правильного исполнения. То есть в данном случае участница сама выбирает нужный ракурс? Да, ракурс. Да, да, ракурс. Очень важен. И поэтому многие трюки девочки делают именно на статическом пилоне. Вот это мы бы не просмотрели, если бы она была спиной. То есть очень важно знать, какой трюк на каком пилоне ты можешь сделать. Вот в данный момент она, скажем так, не удержалась, немножко разнервничалась, наверное. Существует какая-то система баллов, да? Конечно же, есть система баллов, обязательно, допустим, хореография от 1 до 10 баллов, постановка от 1 до 10, и от 1 до 15 это трюки на пилоне. В данный момент она тоже соскользнула, не удержалась на пилоне, к сожалению. Хотя был трюк очень интересный. Ну что, делись впечатлением. Можно было лучше, но ничего, потихоньку. Публика.